Термоядерный приветик, с вами Playboy, атомная игрушка, гигасоблазнитель, ну а мы на свидании с кошечкой. Мяу-мяу-мяу. Значит, у нас есть вопросы, о чем поговорить. Дать ей знать, что ты очень впечатлен. Кажется, я видел твои съемки на порносайте. Она пока еще ничего такого не показывала. Зачем о таком говорить? Это неправильно. В этом контексте неправильно такие вопросы спрашивать. Кстати, я хочу попробовать с теми порноактрисами, которые я знаю. А если еще увижусь на каких-то мероприятиях, я попробую более откровенно подойти и посмотреть, что из этого получится. Эксперименты и смотрю, что получается, что не получается. Погоди-ка, вот что я об этом думаю, громко пукает. Блин. Нет, вот это точно. Это точно. Это очень плохой вариант. Никогда такого не надо делать. Я не знаю, может кто-то из девушек и поймет такое, но я с такими встречаться точно не хочу. Поэтому, нет, 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 нет. Это плохой вариант. Дать ей знать, что ты очень впечатлен. Я не очень впечатлен. Модель для съемки рук, это странно. Это значит, что если тебя... Нет, это поснимать в белье. Здорово. Это тяжелая работа, но если любишь путешествовать. Здесь какие-то странные варианты. Реально странные варианты. Я бы, например, порасспрашивал, а какие фотосессии она делала, что снимала. Есть ли какие-то фотки, допустим, чтобы здесь прямо показать. Посмотреть на фоточки, позалипать. Это классная тема. Девушки любят фоточки делать. Если она ее прямо фотографирует, мы сблизимся как раз. Это классный момент. Потому что, чтобы посмотреть фоточки на телефоне, нужно сблизиться. У меня на телефоне, когда он был целый, тоже свои фоточки для этого случая были. Поэтому вы можете загрузить какие-то интересные, забавные случаи своей жизни. Фотографии разные. И вот на свиданке поговорить о фотографиях. Соответственно, таким способом потом попросить показать ее фотки и свои фотки показать. И тем самым это позволяет и сблизиться, и чуть-чуть больше друг о друге рассказать. Это классная штука на самом деле. Поэтому я бы попросил бы фотки показать. И на эту тему бы пошел бы. Вот. Слегка упоминая некоторые эротичные моменты. Да, вот так. Эротичные моменты. Ну что, погоди-ка. Вот что я об этом думаю. Нет, нет, нет. Ну, то есть, эти варианты я бы ни один не использовал. Давайте попробую в белье. Мне интересно, что будет просто. Смотри, ты модели, и я снимаю фотографии. Могу я сделать твои фотографии? Да, это будет круто. И ты снимаешься, например, в нижнем белье? Нет, бикини, и все такое. Нет, нет, нет. Бикини, возможно, но это для бложки очень элегантно. Сколько денег, кто ест? Мы можем просто так, я могу тебе заплатить. Если я заплату, тогда поснимаюсь с тобой с голой грудью. Нет. Мы не слышали, сколько, сколько, пару сотен. Нет, это не интересно. И я могу подписать что-нибудь, например, на моем сайте. Например, на моем сайте. Да, просто для моего сайта. Да. Просто для моего сайта. Только личный для меня. Категоричный. Удачи в после этого. Может, поиск в Крэгс Листе? А что там надо искать? А, снова комплексы создает. Нет, не стоит так делать. Предложи ей обычную фотосессию. А когда она уже согласится, тогда можно быть более раскримплексованным. Ну, я согласен, что, наверное, прямо сразу с эротической фотосессией не стоит. Ну, обычную фотосессию стоит об этом говорить. Что еще я хочу сказать по поводу вариантов выбора? Вот, понимаете, он здесь создает комплексы, типа вообще тему денег не поднимать, тему того, что вот в нижнем белье ее пофоткать. Это кошечка. Кошечка делала фоточки по-любому на свой айфончик, там, где она голая, там, где она в белье. Кошечки так делают, понимаете? Ну, они такие девочки-кошечки, вот. Поэтому вот это она обманывала. Настоящая девочка-кошечка, она будет улыбаться. Она будет улыбаться и говорить, может быть, там, или еще что-то такое. То есть, кокетничать, дальше заигрывать. Но все равно, слишком вот так вот прямолинейно не очень хорошо. И я еще скажу о девушках. Кто-то-то в порно-то снимается, да? И у меня был такой случай, я хотел сделать эротическую фотосессию. Я договорился с девушкой, она согласна была. Мы собрались уже, все это фотограф подвела. Была еще девушка-фотограф, и вот она не пришла и не сделала делать фотосессии. То есть, просто обломалась вот так, из-за того, что девушка-фотограф вот так себя поступила. Отвратительно. Кстати, это та же фотограф, которая делала вот фотографии для конференции на психологию. То, что вы можете видеть на обложках или на вступительном ролике, там, где я рассказывал о себе. Вот она закомплексовала, та фотограф, которая делала эти фотосессии. И, соответственно, не получилось. Девушка, которая, согласна была, ее нету ни на одной из фотографий. Но она снималась в откровенных таких видео. Я их случайно нашел и предложил ей. Она согласилась. Но, видите, не получилось из-за фотографа. Поэтому, не думайте, что если вы вот так предложите, то это сразу отказ. Вполне вероятно, что согласятся. И спросят, сколько денег. Это реальная жизнь, ребят. Кто-то это все равно делает. А вам пытаются тут втюхать, что все девушки слишком приличные, вообще о сексе не стоит разговаривать. Вот, это плохо. Это плохо. Модель для съемки рук, давай спросим. Что, ты модель для съемки рук или что-то такое? Нет, обычно нет. Или как бы на подиуме. Я не совсем невысокая, да, редко хожу на подиум. В основном, например, модные гламурные фотографии. Роскошные платья, необычные платья или прически. Ага. Круто. В пикапе такой шаг не рекомендуется. Ладно еще, если девушка заношевая и стервозная, но если она очаровательная и добрая, и совсем не выскочка, то тебе не стоит презирать ее и наказывать, эта шутка была слишком низкой. Я не понял про ручки. Ты работаешь в третий-душек, и занимаешься моделью. Ты делаешь с граффи? Да. У тебя есть что-то делать? Мне нравится в приютах, и я люблю ходить в приютах, и не люблю ходить в приютах, и не люблю ходить в хим. Да, это очень хорошая шага. И пресчет. Да, и поэтому я люблю прогулки. А, фильм? Какой любимый фильм ты смотрела недавно? Какой любимый фильм ты смотрела недавно? Реще? Да, это тяжелый фильм. Это как бы как-то Гути Плажа. Но, Jurassic World? Парк Юркского периода? Чего ей Парк Юркского периода? Кошечка! Кошечка! Парк Юркского периода. Там дракончики, они страшные. Лучше этого. Как его посмотреть? Как он называется? Кот такой толстый-толстый. Блин, забыл его. Рыжий кот. Гарфилд. О! Это правда он толстый. Спросить, поняла ли она смысл и объяснить сюжет. Сказать, что тебе тоже нравился этот фильм, несмотря на то, что это неправда. Игриво подколоть ее за то, что ей понравился такой фильм. Сказать, что в таком случае у нее куриным чего? Попросить упомянуть, что тебе не понравился этот фильм. Да вот это подколоть, наверное, лучше все. Остальное все вообще. Это плохие варианты. Ты на самом деле понравился? Я просто хотела бы посмотреть это кино. Это первое, что пришло мне в голову. Я не знаю, выглядит ли это глупо или реально. Или это на самом деле все же честно и мило. Что тебе понравилось? Нанес что-то честно. Один из моих любимых фильмов это Хищ. Это правда. Тебе он тоже нравится? Да, он глупый примерно в том же уровне. Хорошо, правда. Какое-то мне нравится. А ты можешь рассуждать меня за то, что я люблю Хищника. Нет. Она кошечка, она Хищник. Заметь, это звучит заигрывающе. Это не амбинно. Поэтому, если ты нашел идеальный фильм, который заставляет девушку лыбнуться, то можно частично выбирать правильный фильм. А какого жанра любишь Хищника? Я знаю, что каждый говорит это, но я знаю, что каждый говорит так, что я люблю Хищник. Посмотрите на мой Хищник. Там и зарубежные фильмы. Корейские, французские, французские. Много субтитров. Да, много субтитров. Я не боюсь субтитров. И что еще? Мне нравится глупые баилки. Я сильно с Шварценеггером. И еще Пениро. 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 Ну, у меня бы пошел по-другому разговор. У меня на фоточки пошел бы. Показывала бы свои фоточки. Я бы свои фоточки показывал. По кино мы бы... Я бы про женщину-кошку спросил. Как тебе это кино? Вот. Раз она кошечка. Это было бы в тему. Как-то так пошел бы по-другому. Не знаю. Можно и так вполне. То есть можно свидание по-разному повести. Вот вам разные примеры. Пока все нормально. Он идет нормально по свиданию. Повысить ставки 50 оттенков серого. Связание кажется мне очень сексуальным. Блин. Я такую классную хохму нашел с этим... Как его? 50 оттенков серого. Постараюсь поставить вот этот эпизод под конец ее. Вы зацените. И девочка-кошка тоже очень заценила. Я проверял. На девушках вообще классно. Они реагируют на вот эту хохму. Шуточку про 50 оттенков серого. Офигительно. Поэтому вставлю его в конец этого видосика. У меня нет времени на фильмы. У меня даже нет телевизора. Надо жить и сидеть время экрана. Мой любимый фильм мы снимем с тобой вместе. Вот это плохо говорить. Сразу говорю. Это пугает. Но вот тот прикол, который я вам покажу, он как раз крутой. Потому что он кое-что меняет. Важное. Вы поймете. И кошечке... Кошечка будет в восторге. Мой любимый фильм мы снимем с тобой вместе. Интересная фраза. На самом деле классно звучит. Я не знаю в тему ли она здесь, но фраза хорошая. У меня нет времени на фильмы. Вот это, это самая худшая из фраз. Вот это тоже плохая. Если бы вот тот прикол, который я говорю, да, он клево зайдет. А вот это нет. Вот эти два плохие варианта, вот это я хороший. Ну, я как раз думаю о хорошем фильме, который еще не снимал. Позволь, я тебе расскажу о нем. Звезды, ты и я. Окей. Где бы нам лучше снимать? Например, белая спальная комната, где абсолютно все белое. И что там будет происходить? Ну, наверное, мы начнем с снежных поцелуев. Плавно перейдем к Сосане. Зачем он это говорит? Ну, так не надо. Ну, и потом продолжим, понимаешь? Будет круто. Ты прикалываешься. Я прикалываюсь. Ты хочешь, чтобы я пошути? Тогда я шучу. Да, я шучу. Да, я шучу. Ты оставил меня понервничать. Нет, я... Блин, как это крипово. На самом деле это уничтожило бы свидание сразу. Мне нравятся фильмы боевики. Типа, да, со Шварценеггером. Сталоне. Он повторил то же самое, что уже говорил. Блин, вот так себя ведут новички на свидание. Это так, нет. Окей, это, конечно, круто. Но если тебе нравится снимать фильмы, то подожди, пока вы не будете в отношениях. И хотя бы не встретитесь пару раз и не поцелуйтесь пару раз. Ну, снова такой фильмы вместе с тобой. Можно было бы это смотреть и как сказать красиво. Я хочу вот снять фильм... То есть мне интересен фильм, который еще никто не снял. Хочу снять фильм, например, где бы мы с тобой были два главных героя. И, скажем, мы бы встретились в кафе. Как ты думаешь, чем бы мы занимались в кафешке? То есть, понимаете, не вот это сразу пошлость идет какая-то, а чуть более легкая. Вот в этом варианте. Она не ведет. Она пока еще не пошлит. Она ничего сексуального открытого не делает. То есть такого, что прямо сексуально развратно. Поэтому легче с сексуальностью тут можно. И когда первый начинаешь с сексуальностью открывать эту тему, стоит чуть-чуть легче эту тему открывать. Особенно для девушек, которые не самые сексуальные. То есть у них нет большего выреза. У них не полупрозрачное платье. Поэтому чуть-чуть полегче. И смотрите, вот тот же самая тема рассказана по-другому. И получается хорошо. То есть, ну, он испортил тему. Хорошая тема была. И он себя повел, как реально, ну, типа, вот я... Ты думаешь, хочешь, чтобы я шутил? Хорошо, я шучу. Это настолько жутко просто. Это сломало бы свидание. Все, она бы ушла бы. Блин, что ты делаешь с девушкой-кошкой? Это прекрасная девчонка. Это прекрасное создание. Кошечек нужно кормить. Нужно их кладить, поить. Молочка давать. Вот. Замечательные девочки-кошечки. Вот их цените. Их цените. Это классные девушки. Не знаю. Ну, вот это дебильные какие-то фразы. Серьезно. 50 оттенков серого. Я сомневаюсь, что это. Я недавно смотрел 50 оттенков серого. Смотрел 50 оттенков серого. Нет. Нет. Слышал, слышал, что он плохой. Ну, как хитро, плохой. Ну, знаешь, там круто. Там связывание девушек. Маленькая с комната с разными инструментами. Аксессори. Это немного смешно. Это немного. Чересчур. Ну, личный вопрос. Это слишком лично, чтобы спросить? Ты чем-нибудь таким занимаешься? Связывание? На руке? Ну, это слишком лично для знакомств таки. Дебильный вопрос. Ну, мне это нравится. Это вообще бы, это тоже бы уничтожило бы свидание. В реальной жизни тебе не стоит так сильно начинать откровенно соблазнять. Не торопись, погоди, пока она будет в настроении. Никогда не пытайтесь соблазнить девушку рассказами о том, что вы будете ее пытать или делать что-либо BDSM из любого кино, даже 50 оттенков серого. Эти кино созданы специально манипулировать, чтобы запугать девушек. То есть, что там делается в этом кино? В кино показывается классный парень, который понравится девушкам. А потом показывается, что если она пойдет к этому классному парню домой, то там будут ждать ее пытки и муки. Понимаете? Вот о чем это. Это создает у них страх. После этого, после таких кино, когда промывают мозги девушки, они потом боятся идти к парням, которые им нравятся. Вот как это работает. Вы думаете, что капиталисты снимают кино просто так, чисто из доброты, что там нет никакой пропаганды, нет никакого умысла и цели. Вы можете так считать. Можете считать. Знаете, мне вот ни один из этих вариантов не нравится. Серьезно, ни один. Вот это был бы клевый, если бы он не говорил про эту порно дальше. Студию и прочую вот эту штуку. У меня нет времени на фильмы, у меня даже нет телевизора. Надо жить, а не сидеть все время у экрана. Ммм... Ну, такое. Она любит кино смотреть. Это не самая крутая штука, что можно сказать. Но может сработать, что она немножко закомплексует и типа да, действительно нужно жить, а не сидеть все время у экрана. Но мне не нравится этот вариант. На самом деле, я просто выкинул телевизор. Да, и в кино тоже не хожу. Я думаю, знаешь, когда дело доходит до всего этого, то есть гораздо более важные вещи, которые мне стоит заниматься, чем просто сидеть и посидеть. Ну, почему бы... Ну, на самом деле, мне нравится этот ответ. Отлично. Ты выбрал такой вариант, где ты заходишь довольно далеко, ты действуешь прямо и решительно, но она подождала тебе, одобрила. Да. Это выбор рискованный, но если ты делаешь такой вот конем, а девушка не имеет ничего против, то это очень привлекательно. Я люблю действительно талантливых актеров. Какой твой любимый актер? Как ты думаешь, ты была бы хорошей актрисой, смогла бы хорошо плакать? Я могу врать все время, и никто-никто не узнает. Да, это кошечка, она такая. У тебя есть какие-то еще таланты? Я играю на скрипке. Да, правда. Вау, пять лет? Ты до сих пор играешь? Это круто, это меня впечатлило. Впечатляюще, спасибо. Ну, это трудно. Я бы хотел послушать, как она играет на скрипке. Без прикола. Вот знаете, про пошлость, про все это. Ну, это красиво. Действительно красиво. Вот поймаете, многие девушки меня не понимают, потому что я делаю какие-то штуки, связанные с любовью, с чем-то таким возвышенно красивым, кроме похоти. Вот, наверное, сейчас бы она не совсем бы поняла меня. Она не поняла бы, скорее всего. Потому что, ну, скрипка — это красиво. Это действительно красиво. Ну, поймаете? Ну, что говорить, если есть вещи, которые мне нравятся, которые есть вещи для души, и приятно послушать, узнать, вот что-то такое делать. Ну, а девушки как-то относятся к этому, что, типа, нет, у парней нет души, парни не могут ничего любить и ничего делать возвышенного ради каких-то высоких чувств не могут. Только ради похоти там и какой-то выгоды расчета. Я считаю, это хреновое отношение девушек к парням. И отвратительно, что большинство девушек именно так и думает. Потому что, ну, действительно, скрипка — это классно. Если ей нравится, конечно, играть. Потому что может быть такая ситуация, что человек умеет играть, но ему это не нравится. Потому что его заставляли играть, а не потому что он увлекался этим. Похвастаться тем, что ты можешь делать своим языком. А это здесь при чем? И снова такие, ничего такого пошлого не было, не надо это говорить. Надеюсь, вы поняли. Я постарался объяснить, когда стоит использовать пошлость и в каких ситуациях. Поэтому здесь нет ничего пошлого она не делает, поэтому не имеет смысла. Спросить, где она живет так, чтобы она спросила в ответ. Я не понимаю, как это сделать, потому что, ну, что значит, чтобы она спросила в ответ. Если девушка хочет узнать, она спросит. Не хочет — не спросит. Похвастаться пачкой наличных и сказать, что она может получить ее. Ну, если она такая, можно таким образом показать ей. Твою мать! Основа, мне ни один из этих вариантов не нравится. Вот это странный вариант, реально. Ну, на самом деле странный. Спросить, где она живет так, чтобы она спросила в ответ. Ну, наверное, вот этот вариант. Ну, на самом деле, мне не нравится ни один из вариантов. Где ты живешь, кстати? Недалеко отсюда. Я живу в северной части Челсии. Нет, не так уж. Недавно купил квартиру в Сохо. О, вау! Это очень круто. Это очень круто. Это очень круто. Я хотел бы получить хорошую квартиру. И мне нравится этот район. Да, это очень круто. Это очень круто. Ты когда-нибудь жил в другой стране? Только в Штатах. Хорошо. Я вообще пробовал жить в несколько мест. Вау! Я живу в Рио. Вау! Конечно, я живу в Лондоне, в Нью-Йорке. Это действительно потрясающе. Это реально круто. Рио очень круто. Там немного опасно. Там проводят карнавалы. Да, у них карнавалы длятся примерно две недели. На самом деле, сумасшествие. И иногда Новый год и праздник много. Знаешь, отличная погода, классные пляжи, красивый город. Звучит круто. Отличная работа. Теперь тебе необходимо подумать о том, чем ты сможешь похвастаться в жизни. Скорее всего, это будет машина или квартира. А может, и то и другое. Что ты не можешь сделать. Но если ты делаешь, то ты можешь сделать это в таком случае. Но ты должен... Её провоцировать на нужные вопросы. Сосредоточьтесь на языке тела. Ну и что? Сейчас она скучает. И снова такие. Скрещенные руки сами по себе ничего не значат. Она скрестила руки. Если руки скрещены, что это значит? Само по себе это может значить много вещей. Это может значить, что ей холодно. А у неё достаточно открытое платье, поэтому может быть прохладно. Это может значить, что она к чему-то, что сказано, скептически относится. Она может что-то вспомнить неприятное, к чему скептически относится, и сложить вот так вот руки. Понимаете? Таким образом могут некоторые девушки сиськи свои поддерживать. Да. У которых особенно большие. То есть само по себе движение ничего не знает. У него много значений. Для того, чтобы понимать язык тела, для этого нужно смотреть в совокупности. Всегда есть серия признаков. Надо смотреть на серию признаков. То есть никогда не бывает одних скрещенных рук. Бывают и другие признаки, по которым можно определить, что она испытывает и что она чувствует. Поэтому это ошибочный вопрос. Это вопрос и постановка вопроса того человека, который не разбирается в психологии. Потому что вот смотрите. Вот она могла скрестить руки, потому что ей стало холодно. Других признаков пока нет. Но если бы они появились там, допустим, если бы она еще ноги скрестила бы, допустим, скептически как бы относилась, это было бы негатив. Кстати, скрещенные ноги тоже не означают негатива. Иногда скрещенные ноги даже могут значить кое-что позитивное. То есть девушка возбуждена и хе-хе-хе-хе. Ну я думаю, вы поняли, да, что она делает. Хе-хе-хе-хе. Да, такое бывает, ребята, вы думаете, нет. Но бывает, если наблюдать. Вот. Поэтому... Это неправильный вопрос. Скрещенные руки означают, что она подсознательно думает о том, чтобы обнять тебя. Это хороший знак. Нет. Это точно такого не имеет значения. Скрещенные руки означают, что она пока не полностью открыта в общении с тобой. Это плохой знак. В данном случае это еще ни о чем не говорит. В данном случае я вижу, что разговор он ведет не в том направлении. То есть ей не очень-то интересно это все. И это... Вот о чем. Но там другое. Вот эти кивки головой плохо, когда кивают. Когда вам подкивают. Да, да, да. Я понимаю. Значит, человек не понимает и не поддерживает того, что вы говорите. Вот. Кивки это плохо. Скрещенные руки. Разные варианты бывают. В этом случае она может мерзнуть, например. Это не всегда правильно. В большинстве случаев правильно. Нет. Это правильно приблизительно в 50% случаев. А в других процентах случаев это реально, потому что холодно. Холодно тоже часто так делают. Поэтому нельзя вот так вот. Ну, снова таки. Для этого надо обучать, что комбинации жестов, что они значат. Помнишь, каждый жест, он как буква. Если вот так грубо говорить. По одной букве вы не поймете, что за слово имеется в виду. Нужно несколько жестов просмотреть и сопоставить их вместе. И получается, уже понимаешь, как человек настроен. По одной букве вы не поймете слово. Нужно несколько букв, чтобы понять, что за слово перед вами. Ты хочешь понять, нравишься ли ты ей? Спросить, нравишься ли ты ей? Можно спросить. Совершенно спокойно спрашивайте. Девушка, которая к вам хорошо настроена, скажет, да, нравится. Вот. И нормально отнесется к такому вопросу. Если девушка комплексует или вы ей не нравитесь, ну, вы услышите ответ гораздо быстрее. Вот так вот. Ладно, ребята. Сейчас будет ждать тот прикол из 50 и оттенков серого, про который я говорил. А мы увидимся с вами в следующем эпизоде. Только революция, только победа. И встречайтесь с девушками, пожалуйста. Спасибо. Спасибо.